Механизм доверительного управления для убыточных госпредприятий сегодня обсуждали на совещании у президента. Речь идет о том, чтобы передавать государственную собственность коммерческим юридическим лицам на пять лет с правом выкупа. Если управляющий добьется успеха, то получит вознаграждение с прибыли. Учитывая сложное финансовое положение предприятий, передаваемых в доверительное управление, предусмотрены преференции. Освобождение от земельного налога, арендной платы за участки и налога на недвижимость. Первое, о чем я хотел бы сегодня услышать, нужен ли этот вообще нормативно-правовой акт? Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? Ну вот, к примеру, я слева направо читаю ваши эти предложения. Есть убыточное или нерентабельное предприятие, так? Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Но так давайте дадим право органам власти, ответственным, если это сельхозпредприятие. У нас отвечают губернаторы, председатели райисполкомы. Ну пусть они определятся, как управлять этим предприятием. Надо нам там доверительное какое-то управление или там еще чего-то. Помню Каменков, председатель хозяйственного суда. Лет пять назад меня предупреждал об этом. Это уже судебная была практика. Говорит, Александр, посмотрите, мы потеряем собственность и идут рейдерские захваты под этой крышей. Сколько у нас управляющих спасли предприятий убыточных? Я на своей памяти это не помню. Поэтому меня волнует, я не сразу сказал, надо ли нам вообще в это влазить. Или мы, может, в рамках нынешнего законодательства, дав право Шерстневу, иди, определяй и отвечай. Нет, нам обязательно что-то прописать, взяв на себя ответственность. Предполагаемый проект указа может коснуться более двух тысяч государственных предприятий. В их числе 361 сельскохозяйственное.